Трофейный как Русейдер, так же Шафт вместе с нами в матче. Напомню о том, что не так давно у меня появился новый ютуб канал, на котором мы вместе с вами прокачиваем новый аккаунт исключительно на мобильной версии. То есть я играю с телефона и вместе с вами делюсь своими результатами и успехами. Поэтому все, кто желает подписаться, оставляю ссылочку в описании. Будет интересно, кстати, если поделитесь своим опытом игры, ну и конечно определенными советами, которые мне направят на верный путь. Друзья, приветствую всех на канале, с вами Mortal Hero. И по-моему, наконец-таки мы встретили игрока, который обладает тем самым трофейным устройством на пушку Шафт. Я получил в своем случае Джаггернаута, скорее всего, поскольку хочется взглянуть именно со стороны, как примерно игрок как раз таки отыгрывает. Возможно, какие там параметры приблизительно, хотя мы от недавнего видеоролика уже вместе с вами обсуждали. Но говорят, что некоторые все же правочки были, либо же не до конца донесли верную информацию до меня. Поэтому сейчас мы с вами будем оценивать, вы в свою очередь обязательно данный видеоролик поддержите активность в виде пальчика вверх, конечно же. Подпишитесь, если не подписаны. Ну и прожмите колокольчик, чтобы не пускать какое-то давление о наших видеороликах, так же и о стримах. И заодно, может быть, если что, поправляйте меня в комментариях, потому что наверняка кто-то из вас тоже этого игрока встречал уже в битвах в игре Танкинлайн. Мы играем в формате Джаггернаут, надо Джаггернауту поскорее дать. Или мы можем на Джаггернауте просто постоять. А почему бы нет? Просто на Джаггернауте где-то рядом покататься. Да? Ну и тем самым еще команду не подводить. Кстати, он... А нет, это не он меня лечит. Говорят, вроде как эффекта лечения нет. Мы сейчас заодно посмотрим, лечит ли он союзников или нет. И, как я вижу, довольно часто пользуются как раз-таки выстрелом на вскидку тем самым, да? Который позволяет вам наносить вполне очень даже порой весомый урончик. Так, фризика. Отличненько, помогаем, добиваем. По устройству на корпус. Кстати говоря, я не знаю, есть ли у него трофейный Круседер или нет. Мне казалось, что раньше где-то он как раз-таки его использовал. Но, возможно, предпочел именно взять спасателя. Возможно, я ошибаюсь. Может быть, как раз-таки другой игрок у нас с подобным трофеем играл. Но, интересненько. По результатам уже, кстати говоря, набил 9 килов. Я, кстати говоря, может быть, к этому видеоролику прикоплю несколько скриншотов. Там, где этот игрок на шафте, даже против достаточно большого количества резистов, набивал неплохое количество килов. То есть, даже ни разу не погибал. То есть, как по мне, у этого шафтика, скорее всего, все же урон наверняка не хуже. Да, не падает получением этого трофейного устройства. Но и есть шанс и вероятность того, что он становится даже лучше в какой-то степени. Потому что, как я не замечу, так результат очень неплохий. То есть, не скажешь, что у этого трофейного шафта есть какие-то недостатки в плане нерфа по урону. Который мы с вами и обсуждали. 14 килов, друзья. 14 килов на шафте. Хотя, и ребята тут играют, которые без трофея вполне тоже неплохую статистику показывают. Кстати, он сводится под джекгернауту. Жалко, конечно, поскольку я сам не играю там трофеи, не обладаю им. Не могу оценить урон, который залетает по джекгернауту, либо по другим игрокам. Но, тоже, возможно, некоторые скрины я вам обязательно прикреплю. С как раз таки уроном, который у данного шафта вылетает. То есть, мне где-то скидывали уже скриншоты. И демонстрировали то, что урон у этого устройства на уровне стандартного шафта. И знаете, в чем смысл? И прикол это у шафта, и фишка. В том, что вне зависимости, насколько ты сильно зарядишь в снайперском режиме баллон, ты постоянно наносишь одинаковый урон. То есть, ты можешь просто в прицел только зайти, сразу же разрядиться и нанести колоссальнейший урон. А можешь также и сидеть долго в залпе, как раз таки в снайперском режиме, и нанести тот же урон, но потеряв кучу времени. Поэтому тут нужно, конечно, привыкнуть к геймплею, к такому. И как раз таки, видя уже противника где-нибудь в открытой зоне, как раз таки начинать по нему просто сводиться. И желательно как можно скорее это делать. Иначе эффективность устройства будет падать. Вроде бы как-то так. 21 килл, 645 очков, господа. Ну, блин, пока что вот по результатам, которые я вижу в матче в этом, и те, которые мне скидывали, я прям считаю, что устройство не самое плохое. Из тех трофеев, которые мы уже ранее с вами обозревали. Хотя часть из них была получена лишь в китайском локале, в котором, к сожалению, я не играю лично. И прям результатов там толком даже не видел. Но по параметрам пока что шафтик себя показывает вполне неплохо, скажем так. Не могу сказать, что имбово, но не вижу, кстати говоря, тот самый эффект лечения. К сожалению, предположение моё, что всё же шафта с трофеем данной возможности, да и нету. Да, отсутствует. То есть в недавнем видеоролике я обсуждал, что, скорее всего, часть урона, именно 25% из наносимого, вы можете использовать как раз-таки в случае лечения ваших союзников. Но по факту, что я вижу в битве, ощущение складывается, что нет. То есть сейчас мы можем, конечно, проехаться вперёд, немножечко на вражескую базу, да, получить лишнего урона по себе. И тогда мы сразу с вами заметим, лечит у нас или нет. Если же не лечит, то, скорее всего, эффекта лечения попросту нету. Вот смотрит на нас, нет. То есть, скорее всего, раз он не предпочёл нас лечить, скорее всего, попросту шафт не имеет данного функционала. Но в дальнейшем, возможно, что-то может поменяться. Опять же, трофеи, видите, как они довольно часто в нашей игре порой балансируются, при учёте, что даже лишь один игрок может обладать им в игре. 30 килов, 910 очков у игрока с трофеем. То есть он уже чуть-чуть даже вырывается вперёд, и сравнительно с нашими игроками, да даже со мной, который играл на Джиггернауте, хотя сегодня, поскольку видеоролик записывал не сильно сконцентрирован на игре, но в любом случае очков имеет предостаточное количество, да. Полматча сыграли, и уже тысяча очков с трофейным шафтиком у игрока с никнеймом Спейн. Заодно, как я ранее говорил в комментариях, возможно, кто что знает об этом шафтике, какую-нибудь информацию, как я ранее говорил, может быть, поправите меня, чего я, возможно, сегодня упустил, либо сказал неверно. Будет интересно прочитать под нашим видеороликом, может быть, обязательно в моём скором времени что-то ещё на канале опубликуем, и не только с трофейным шафтиком, поэтому вы обязательно, в свою очередь, конечно же, если данный контент вам интересен, поддерживайте ролик, как-нибудь в виде пальчика вверх, также подписывайтесь, а мы сейчас попробуем с вами доиграть матч, ну и уже глянем на итоговую таблицу нашего боя. Тысяча пятнадцать очков. Ну просто я уже не раз вижу, как этот игрок реально убивает просто в ноль, да, киллов. Убивает там 30 противников, 40, 50, где-нибудь скриншоты, я наверняка думаю, что к этому видеоролику прикрепил. Поэтому, друзья, как я ранее говорил, может быть, комментарии оставляйте, будет интересно узнать, но пока что статистика очень даже хороша, приятна. И некоторые даже аспекты мы с вами сегодня обсудили из имеющихся. Также, в свою очередь, не забывайте о том, что вы можете поддержать канал, став спонсором того или иного уровня, по вашему желанию. Ну и, конечно, тем самым получить дополнительные бонусы в том или ином виде, о которых вы можете ознакомиться по ссылочке в описании. Ну и, конечно, тем самым мотивировать меня на новые ролики по танкам онлайн. Ну а с вами был Immortal Hero. Желаю всем хорошего дня. Ну и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok